Все хорошее, чтобы было хорошо в ГГУЗИ. Ну, будем надеяться, что будет хорошо. Обещают многие, но немногие делают. Так что попробуем, чтобы было хорошо. Но тем не менее надеетесь, да? Надеемся, конечно. А каких перемен вам хотелось бы, если быть конкретным? Если конкретным, хотелось бы то, чтобы люди возвращались назад, чтобы рабочие места были. Больше ничего такого у нас не будет, но чтобы рабочие места были и достойная зарплата, конечно. Конечно, чтобы достойная зарплата была. А так по-другому у нас перемен не будет. Если такая вот власть будет идти, перемен у нас не будет. Потому что каждый набирает свой карман. Как говорят, своя рубашка ближе к телу. Так что лучше бы хотелось быть, ну, посмотрим, как будет. Но надеемся на лучшее. За будущее. За наших детей. Естественно, на лучшие перемены. На то, чтобы нам, особенно нам, пенсионерам, лучше жилось. Чтобы детям нашим было хорошо в школах. Что еще? В школах, детских садах. Ну, короче, за хорошую жизнь. Голосуем за то, чтобы нам жилось хорошо. И надеетесь на то, что это? Надеемся. Мы всегда надеемся. Но почему-то наша надежда остается невыполненной. Но мы надеемся. Поэтому и приходим на выборы. Надеемся на все хорошее, на лучшее. Голосуем за будущее ГГУЗИ, чтобы было лучше, чем сейчас, конечно же. А перемен в каких областях рассчитываете на перемен? Во-первых, это цены, наверное, чтобы чуть понижение было, потому что очень тяжело. Очень. За светлое будущее, как и все хотят. Мир, здоровье. Голосуем за светлое будущее. Самое главное, чтобы не было войны, чтобы руководители выбранные, чтобы имели в виду, что мы ждем от них хороших действий, чтобы все было правильно и люди жили немножко лучше. Надеемся, что нынешние избранные будут вести себя немножко лучше и будут с народом все-таки советоваться и жить с народом. Хочется, чтобы Башкан работал во благо народа, чтобы с максимальной отдачей, чтобы не было этих распри с народным собранием. Он должен любить свой народ, свою родную ГГУЗИ, жить здесь, помогать своему народу, быть компетентным, грамотным, уметь высказать и повести за собой народ. Эти выборы очень тяжелые. Было очень много споров за кого. Но мы голосуем за улучшение жизни, чтобы цены были ниже, чтобы ГГУЗИ и дальше была ГГУЗИ. Надеемся, что будет все хорошо, чтобы было все мирно, чтобы было все хорошо. И главное, чтобы наш Башкан думал о наших людях. За хорошую жизнь, за то, чтобы меньше грабили, людям отдавали зарплату, чтобы повысили, работы дали. Это самое главное, чтобы жилось хорошо детям и нам. Что все было хорошо. Что сказать еще. И пенсионерам, и молодым. Молодым работа, а нам пенсию. Надеемся на самое хорошее. Надеюсь, что придет человек, который сможет что-то изменить, что-то поменять в ГГУЗИ. Потому что положение очень тяжелое. Особенно пенсионеров, особенно и школьникам, и студентам. Всем сейчас тяжело. И надеюсь, что что-то поменяется на лучшее. Я голосовала за процветание нашей ГГУЗИ, чтобы был у нас мир, чтобы было согласие между всеми, чтобы было все хорошо. Главное, чтобы был мир, чтобы была стабильность. Немножко, чтобы подумали о пенсионерах, о молодежи. Думаю, что так. Стабильность и спокойствие. А что мало? Чтобы дети росли спокойно и будущее какое-то надежное было. Чтобы регион имел свой ркоз, так как говорится, своего башкана. И чтобы люди, имея своего башкана, как-то уже будут на него рассчитывать, надеяться на лучшую жизнь. На какие перемены рассчитываете после выборов? Мы рассчитываем, что после этих выборов, наконец-то, тот же кандидат, который станет в башканы, наконец-то будет сдерживать свою программу, поддерживать. И вот это все благотворят в жизнь. Чтобы люди, наконец-то, как говорится, почувствовали справедливость, порядочность этих людей, которые будут выбраны. И которые смогут в дальнейшем оказать поддержку молодежи, пенсионерам нашим. Нормально, чтобы пенсия была нормальная. Это, ну, больше внимания, конечно. Больше внимания. Потому что пенсионеры работали, а сейчас нынешние люди, ну, кто где, хоть 14 лет, свою зарплату не имеют, нигде работать. А пенсионеры, ну, что, чтобы это была пенсия, не нормальная пенсия, чтобы человек мог жить. А как думаете, каких перемен ожидает молодежь? Молодежь? Я бы не считал, что они ожидают что-то хорошее. Нет, лучше, я не знаю, они все равно уедут отсюда. Они не будут жить здесь. Надеем на все хорошее. На все хорошее. Чтобы кто намечается делать, пускай делают. Вот. Не надо нависать на людей на шею. И деньги зарабатывать за чужих. Скажите, на какие перемены надеетесь после выборов в Гагузии? На хорошие перемены. Как Бог даст, так. Чего ожидают пенсионеры от будущего Башкана? И молодежь чего ожидает? Ожидают тоже хорошего всего. Повышение пенсии, молодежи тоже уделять надо внимание. Потому что они убегают. Я думаю, что они убегают, что они убегают. Каким видите будущее Гагаузии в ближайшие 4 года? И в этом я очень сомневаюсь, затрудняюсь отвечать на этот вопрос. А каким хотите, чтобы вы... Я хочу видеть Гагаузию, как было раньше, при Советском Союзе. Все было хорошо. Все в достатке было. Сейчас идешь с пенсией, невозможно ничего купить. Невозможно. Отказываем себе. Только оставляю на услуги. В первую очередь услуги, потом на хлеб. На одной пенсии живем. Мужа не имею. Мама 7 пенсий, а 2 пенсия мне. Какое вы видите будущее? Какое вы хотели, чтобы было будущее? За будущее наших детей, за справедливость. И больше ничего, чтобы было все спокойно. Несу, что вы хотели бы жить за 4 годы? Не, слава. Чем дейдите, прост осуне. Слава, что вы хотели бы жить за 4 годы? Аллах, что вы хотели бы жить за 4 годы? Сады, что мы все. Я все верю, что вы верю. Солен, что вы не хотите, чтобы вы не пришли сюда? Это было бы, но ущакар, я рядом с вами. Нереда машина, нередаа, нередаа, кулакам. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok